11.05 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». Здесь в студии Анна Лапшина. Добрый день, и Светлана Занько. Я почему-то вспомнила твой псевдоним вместо твоей фамилии. Добрый день всем. Мы начинаем сегодня с очень хорошей темы. Проект «30 скверов», когда горожане увидят первые результаты. Даже хотели ее завернуть сначала пожестче. А увидят ли горожане вообще хоть какие-то результаты в этом проекте? Увидят. Увидят. Вот в этом сегодняшнем эфире в первом часе мы об этом с вами поговорим и все вам расскажем. Здесь у нас уже есть два человека, которые участвуют активно в этом проекте. Давай их сразу представим. Отлично. Светлана Кейкина, эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта, ландшафтный дизайнер, организатор клуба «Вятские сады». Добрый день. Здравствуйте. И Елена Ташева, старший специалист отдела благоустройства и транспорта администрации Кирова. Добрый день. Прежде чем перейдем к этой нашей хорошей любимой теме, мы еще проанонсируем второй час. Будет тема «Система управления новым многоквартирным домом», как она работает. И в студии будет Денис Крутихин, председатель совета директоров компании «Кировские ССК», и Михаил Боков, директор управляющей компании «Наш дом». Это такой, я бы сказала, ответный эфир на тот, что был на прошлой неделе, когда к нам приходил господин Воробьев. Андрей Воробьев, да. Андрей Воробьев, консультант по ЖКХ, эксперт общественной палаты. И он критиковал в некоторых вещах как раз управляющие компании, которые создаются при новостройках. И вот эти управляющие компании говорят, что нужно выходить на конструктив. И мы готовы ответить и рассказать, как это все происходит и какие на самом деле там с их точки зрения процессы помогают или мешают работе и управляющих компаний, и взаимодействуют с жителями. Так что тех, кого интересует этот вопрос, после 12 готовьтесь звонить нам по телефону 211-101, но этот же номер действует и сейчас. И писать смс на номер 8909-720-101 и 0. Да, значит, первый час. Напоминаем, тема проект «30 скверов». Мы хотим вам рассказать, что происходит сейчас, какие действия предприняты и где эти скверы уже устраиваются или будут устроены в ближайшее время. Какие шаги будут осуществлены? Ну и я должна еще сказать, да, что у нас на телефонной связи будут представители Первомайского и Нововятского районов. Нововятский район традиционно очень активно участвует в проектах по благоустройству. Первомайский район Вячеслав Семаков будет выходить с нами на связь. Наверное, все помнят, что Вячеслав Николаевич некоторое время назад занимал пост руководителя управления благоустройством и транспорта и проект «30 скверов» в общем-то начинался при его активном участии. Да, совершенно верно. Давайте мы скажем, что когда это было позавчера, состоялась рабочая группа по проекту «30 скверов» за долгое время первое. Мы не встречались, по-моему, три или четыре месяца и честно говорили здесь в эфире, когда приходили представители благоустройства городского, что проект буксует. И материалы были в СМИ, у нас у проекта много информационных партнеров, мы честно об этом пишем. Естественно, люди задавали вопросы, а что вообще происходит. Но и вот мы собрали эту рабочую группу, куда входят все присутствующие, за исключением Анны Лапшидой. Да, все присутствующие здесь. Но она в курсе. Но она в курсе, да. Поскольку наша радиостанция непосредственно инициатор этого проекта. Естественно, все сотрудники редакции в курсе. Мы поняли, что не все так плохо. Мы поняли, что не все так плохо. И даже несмотря на то, что мы не встречались, работа шла. Работа осуществлялась теруправлениями и теми активными гражданами, которые самоорганизовались, как только была подача вот такая дана администрации и общественной палатой. И эти точки мы как раз определяли позавчера, где что происходит. И сегодня готовы об этом рассказать. Ну а сразу после рабочей группы, вот вчера мы выехали со Светланой Кикиной, с представителями компании «Рубикон», которая является партнером проекта «30 скверов» на их объект, на улицу Менделеева. Сразу обозначу участок. Это длинный такой большой участок между улицами Московской и Боровского. Здоровый участок. Я так рада, что его взяли, потому что мы зимой на него, на этот первый участок выезжали тогда еще с Вячеславом Николаевичем Симаковым и с Анатолием Курбатовым. И думали, кто же возьмет такой огромный объем. На себя. На себя. И такой объем есть. В общем, слушайте внимательно, задавайте свои вопросы по телефону 211-101. Мы будем вам отвечать или брать на заметку эти вопросы там записывать, потому что, собственно, те, кто здесь присутствуют, эти вопросы продвигает и старается решать. 211-101. Ну, вот мне бы хотелось сразу, наверное, передать слово Светлане Кейкиной, несмотря на то, что у Елены Наташевой отчет по нашему мероприятию есть. Потому что я бы хотела все-таки сразу с примера начать наш эфир с улицы Менделеева. Этот проект мы видели все вчера. Как он возник? Вы как партнер впервые представляете сейчас ваш сквер в нашем эфире. По-моему, еще не представляли, да? Про сквер еще не говорили. Вот, давайте мы про сквер ваш поговорим. Во-первых, как вы к этому проекту пришли, как вы стали партнером, как разрабатывали проект. А дальше мы уже будем выходить на то, что мы согласовывали позавчера на рабочей группе. Наш клуб «Вятские сады». Мы уже на протяжении трех лет занимаемся своими садами, огородами и придающими к дому территории. Да, можно я как-то? Потому что мы, мне кажется, запутали наших слушателей. Тут «Вятские сады» звучат и компания «Рубикон». Да, то есть я как организатор клуба «Вятские сады» занимаюсь благоустройством жилой территории. То есть у нас креативное озеленение близлежащей территории. Это неважно, дача, дом, многоэтажный дом, двор, либо это дорога до работы, которая меня волнует. То есть к нам на клубные встречи приходили… Это не коммерческая организация? Это не коммерческая организация, то есть мы просто делимся своим опытом, у кого какой наработан. И когда «Рубикон» взяли на себя ответственность вести сквер, они искали… Финансовую ответственность. Финансовую ответственность, да. Они искали тех, кто на некоммерческой основе, но сделая так, чтобы это была устойчивая система, не требующая больших денежных вложений. То есть чтобы это было молодежно, стильно, но при этом не нужно было бы каждый год косить бетон, цемент. Ну, то есть вот что там… Не требовало бы больших вложений каждый год, да? Да, да. Поэтому мы соединили наши усилия. Вот. И сейчас именно этот сквер, ну, честно говоря, он нам очень понравился. Мы когда вот в свои рабочие группы приехали на него, там ландыши уже начинали цвести, там земляники очень много. И этот сквер, он, честно говоря, никто его не воспринимает как какую-то зеленую территорию, да, что там, а что там есть. То есть у всех… Там такой бурьян, надо сказать, мы вчера видели, да, бурьян, старые кусты и деревья. И ваши ландыши и землянику, это надо еще разглядеть там среди травы. Да иди еще надо. Поэтому у нас основная эта идея сделать такое пространство, где бы люди могли видеть, что в городе есть и земляника, и ландыши, и мята. Вот. Поэтому мы используем те материалы, ну, древесные, травянистые, которые уже есть. Мы будем распачковывать и размножать на… То есть будут минимальные там внесения извне, а будем вот декорировать из того, что есть. Вот. И принято было решение, что используем те материалы для строительства, которые уже есть. А это поддоны, палеты, это щипа мульча, ну, в качестве мульчи. И дорожки будем делать там из бревен и такого материала. То есть нам показалось, что это с точки зрения, ну, экологии будет хорошо. Не нужно это утилизировать где-то и сжигать, а это можно еще снова использовать. Тем более, что… Могу из жизни дать. Да, да. Так как это, ну, либо бесплатный материал, который есть у города. Ну, в общем, так и позиционировался на самом деле проект. Приходится повторять это снова и снова. Это правильно. Это проект волонтерский, благотворительный со всех сторон. Еще раз, не надо путать с большими федеральными финансируемыми из Центра проекта по благоустройству парков. Это две разных совершенно истории. Просто так получилось, что в одно время практически возникшие. Проект 30 скверф – это чисто кировская история, где энтузиасты, общественная палата и город совместные усилия прилагают, чтобы благоустроить максимальное количество территорий зеленых. То есть деньги собираются по интересам, что называется. Кто-то готов, вот как компания «Рубикон», например, вложить. И еще несколько партнеров, о которых мы сегодня будем говорить и благодарить их за то, что они участвуют. Город выделяет, соответственно, вещи, которые он может в рамках своего бюджета выделять. В ходе ежегодного озеленения мы сегодня озвучим, сколько деревьев от города будет выделено и какая работа от города. Но вот что касается, кстати говоря, обсуждения вашего сквера, напоминаю, речь идет о длинной территории между Московской и Воровского по улице Менделеева, то там действительно потребуется, несмотря на то, что и мульчи каких-то там, достаточно много ее потребуется. И мы вот когда собирались, мы даже решали, где ее, собственно, взять. — Да, у нас есть территориальное управление, и там нам помогли с тем, чтобы мы нашли и мульчу, и нашли бревна, и нашли работников, которые могут помогать в этом деле. То есть нам будут выделяться работники, которые помогут это все распределить. — А с нами разложить правильно. — Давайте назовем человека, который отвечает в Ленинском районе за проект «30 скверов». Олег Анатольевич Шубин, 54-19-62, номер телефона 54-19-62. Он курирует этот проект, и я хочу сказать, поблагодарить его. Он очень быстро реагирует, и сразу мы находили решение, буквально за два дня обо всем договорились. — Да, договорились. У него очень хорошая помощница, Юлия Владимировна. Она сразу нас поставила во все списки, внесла, что там все запросы записала. И ей большое спасибо тоже. — Ну так что у нас с мульчой? Не можем мы сейчас рассказать, что с мульчой. У нас перерыв на одну минуту. Все-таки мульча, а не мульча, говорит нам Владимир Сметанин, который когда-то делал программу «Домохозяин», зашел и сказал в студию, делайте правильное ударение, ставьте правильное ударение. — Да, мы договорились. — Мульча. — Есть действительно очень интересно рассказать про сам этот сквер и концепцию, которая там будет. Но мы тогда не успеем рассказать про то, что, в общем, мы решили на рабочей группе. Но сразу скажем, что на сайте 30 скверов уже к субботе появится и проект, оцифрованный этого сквера, и фотографии, которые мы делали вчера. И мы там будем писать, что происходит, и можно будет обсуждать сквером на Менделеева. То же самое сделаем по всем скверам, по которым уже договоренность есть. Давайте мы сейчас дадим слово Елене Ташевой, старшему специалисту отдела благоустройства и транспорта администрации Кирова. Елена, во вторник мы собирались в городской администрации, присутствие специалистов теруправлений и партнеров, партнерских организаций. И мы там подбили, что называется, бабки, мы посмотрели, какие конкретно скверы в этом году точно уже по ним работы идут. Они уже начались по ним работы. Давайте мы посмотрим, может быть, даже по теруправлениям и попутно будем подключать представителей теруправления. И вот начнем с Первомайского, а нашему продюсеру я попрошу уже набирать потихонечку Вячеслава Николаевича Симакова. Вот так сделаем. Что у нас в Первомайском районе? Добрый день еще раз. Поближе микрофон, пожалуйста. Добрый день еще раз. Так, сквер по улице Молодая Гвардия, Южняя Дома, 32. Ответственность за него, как говорится, взяла компания МИКО. Довольно интересный сквер, потому что там маленькие проблемы были жители, но они сейчас все урегулировались. И дальше там продолжается работа. Там есть дизайн, да? Светлана Нагарева. Да, есть дизайн. Светлана может рассказать. Мы рассказывали здесь уже про этот сквер, про этот территорию. Будут заострять внимание, да, по нему идут работы действительно. Там есть дизайн-проект, там уже убрана вот эта вот поросль, туда уже выезжали подрядчики, чтобы посмотреть, что делать с фундаментом, который там застрял. Да, от старого очень дома тоже внезапно обнаружившийся. И вот Вячеслав Николаевич Симаков у нас уже на связи, он сейчас дополнит по своим, по скверам в Первомайском районе. Вячеслав Николаевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Притормаживают они немножко, да? Да, притормаживают, потому что не все понимают. Иногда информация другими людьми в искаженном виде доводится до жителей близлежащих домов. Там у каждого преследуемые какие-то цели свои, поэтому приходится разъяснять и на это время тоже уходит. А так, в принципе, у нас небольшое количество скверов, попавших в этот перечень, около пяти, но мы надеемся эту цифру все равно по окончанию года увеличить, потому что появляются все-таки люди заинтересованные у нас и в Коминтерне, и в центральной части города есть территории, которые, надо сказать, обделены вниманием. И по улице Казанской, и по улице Орловской, и по Молодой гвардии. То есть мы стараемся сейчас максимально выявить эти территории и включить перечень. Вот у нас написано уже несколько писем, то есть мы сейчас поняли, что первым делом нам необходимо эту территорию закрепить именно как зелененую, чтобы в дальнейшем уже не было... Покушений на нее? Проблем. На эту территорию? Да, да, да. Потому что мы можем сделать какое-то хорошее дело, люди вложат свои денежные средства, а в конечном итоге тут возникнет какой-то конфликт. Поэтому сейчас ждем оформления документов и потом уже будем продолжать работу. А конкретно по тем скверам, по которым началась уже работа, давайте пройдемся. К сожалению, сейчас список не перед глазами, но у нас за каждой территорией закреплен человек с территориального управления. Значит, в первую очередь, как мы и говорили, мы эту территорию очищаем от мусора. Это в рамках контракта территориального управления по ликвидации несанкционированных свалок. И следующий этап, это уже подготовительная работа, связанная с кошением, с уборкой порослей дикорастущей, аварийных деревьев. Подготовка, так сказать, к осенним посадкам зеленых насуждений. То есть задачи две сейчас ставит терриуправление. Это, во-первых, на ближайших городских думах перевести территории в зеленые, если они не переведены, потому что есть некоторые участки. Второе, подготовить сейчас площадки к осенним посадкам, правильно? Да, мы сейчас тоже ждем пояснения из управления архитектурой городоскрытия, потому что нам в устном разговоре сказали, что есть ряд территорий. Там не обязательно перевод их в зеленые территории. Они уже и так находятся в определенной зоне, которая может использоваться только для этих целей. Поэтому сейчас ждем письменное разъяснение для того, чтобы делать следующие шаги. Спасибо. Вячеслав Семаков, начальник территориального управления администрации Кирова по Первомайскому району. Елена, у нас есть список, который мы озвучили на рабочей группе по Первомайскому району? Ну вот и пять участков, про которые Вячеслав Николаевич сказал сейчас, что там вроде как уже движуха какая-то. Ну вот конкретно есть Молодая гвардия Южняя дома 32 и улица Спортивная, Северная дома 20. Вот я тоже знаю два этих объекта, поэтому мы попросим, конечно, у Вячеслава Николаевича передать нам информацию в конце недели по остальным территориям, для того, чтобы выложить на сайте 30 скверов и чтобы в нашей группе тоже она была. Спортивная улица — это Слобода-Дымково. У нас до сих пор на линии спикера, мы уже его отключили. Значит, это я говорю нашему продюсору. Продюсор спрашивает набирателей следующего, Костя, представителя Новоавятского района. Я думаю, что да. Смотрите, улица Спортивная — это Слобода-Дымково, там очень небольшая территория такая, и там зато очень активное население, и я знаю, что там уже работы тоже пошли. По «Молодой Гвардии» тоже говорили много, большой хороший дизайн-проект, который появился. Это, пожалуй, будет самый сложный в этом году сквер такой, мы заморочились серьезно для того, чтобы какую-то концепцию создать. Посмотрим, что получится, такая экспериментальная будет площадка, вообще все площадки будут экспериментальные, но две, вот мне кажется, Менделеева и «Молодая Гвардия», они будут такие показательные. На них можно будет ориентироваться потом. Технологии будем отрабатывать. Всем остальным. Да, всем остальным сейчас Светлана может добавить. У меня есть просто комментарий по поводу предыдущего спикера, что местные жители сопротивляются иногда. У нас тоже мы с этим столкнулись, когда мы выходили на место, и что нам не надо сквер, нам здесь не надо сквер. А что им надо, парковку? Они боятся, что если сделают скамейки, столы, то начнут собираться… Молодежь? Не молодежь, а близлежащие пивные и рюмочные будут выходить на… А это, кстати, вот большая проблема, сталкиваются часто с тем, что лавочку поставили, и вечером, конечно же, сидит кто-нибудь, шумит, грязь оставляет после себя и прочее. Мы этот опыт изучаем, как в мире-то, ведь везде же есть, вот, и мне очень понравилась казанская коллега, она говорит, ну, это же тоже общество, и сквер делает, и с ним нужно работать, да, и сквер, он для всех, и есть, ну, и нам же тоже хочется выйти и вместе с друзьями, да, вот эти домашние, ну, как бы вечеринку, да, провести, вот, то есть что в этом сквере будет, вот, происходить, наполнение от этого очень много будет зависеть, будет там асоциальные элементы? Собираться или нет? Нет, нет, ну, в конце концов, работать с ними тоже надо, да? Ну, на самом деле, вот эта история, очень ярко, конечно, яркий пример, это сквер на улице Комсомольская, кстати говоря, по нему тоже есть информация, да? Новая. Новая, вы помните, там ликвидировали в свое время рынок, сделали вкладную парковку, все расчистили, поставили лавочкой, и вот нам говорили, что там тоже все равно в течение какого-то времени, уже после этого на этих лавочках спали вот эти самые асоциальные элементы, как вы говорите. Это длилось два месяца, все, это все прекратилось, этого там ничего нет, и теперь там еще в этом году… А потом наступила зима. Мы как раз, может быть, зима как раз все решила, а потом в этом году, вот как раз мы обсуждали это на рабочей группе, что сквер становится высокотехнологичным, туда приходит Wi-Fi, а это уже совершенно другое пространство. И это уже следующий этап нашей работы, то, о чем Светлана говорит, организация общественных пространств, мы об этом в следующей программе поговорим, да? Я прошу прощения, вот мы к скверу на Комсомольске еще вернемся, у нас сейчас Нововятск на связи, как мне подсказывает наш продюсер. Не Нововятск. Нововятск, Денис Вараксин. Ушел звонок, да? Ну, давайте еще раз будем выбирать. Нововятск. Это, кстати, действительно хорошая история, мы вот обязательно обозначим еще какие-то проблемные зоны, на которые мы будем работать. Ну, давайте мы подготовимся к Нововятску, Денис Вячеславович, сейчас мы его будем набирать. Елена, что у нас в Нововятске? Было озвучено рабочей группе «Один сквер», насколько я помню. Да, на данный момент у нас пока один сквер, это улица Опарина, западная дома номер 7, но там довольно уже большой объем работ проведен. Мы участвовали в теруправлении, начиная от заместителя главы администрации, начальника теруправления по Нововятскому району, и заканчивая, даже принимал участие Анисимов Алексей Геннадьевич. Есть, есть у нас Денис Вячеславович на связи, да? Алло. Да, слушаю. Денис Вячеславович, добрый день, Иоанна Лупшина, меня зовут, Светлана Занько, моя коллега, Эхо Москвы, Дневной разворот. Говорим про 30 скверов, Елена Ташева рассказывает нам как раз про сквер на улице Опарина. Да, еще хочу дополнить, что, конечно, принимали активное участие жители, организация МУП ФД-канал, организация МУП Нововятич, довольно добровольно, активно, весело, и убрали большую груду мусора, так ведь, Денис? Да. Да, Денис Вячеславович, как вам удалось собрать такую команду, и расскажите еще раз, какие у вас планы по скверу? Ну, первоначально, будем воркаут, вот сейчас, это первоочередная задача. Алло, вы нас слышите? Я слышу, слышу. Да, пожалуйста, рассказывайте. Да, кто участвует, что делается? Нет, сейчас у нас первоначально будем устанавливать воркаут. Вот это первый этап. Что такое воркаут? Да, да, давайте поясним. Расскажите, мы не понимаем. Воркаут – это спортивное сооружение для занятия спортом. Это тренажеры уличные? Ну, они не совсем тренажеры уличные. Это такая в комплексе установка, там и лесенка, и рукоход, и для подтягивания, ну, скажем, такой... Спортивный комплекс на улице? Да. Так, первый этап воркаут. Далее у нас планируется установка горки детской. Так. А горка будет... За деньги депутата Несимова. Вот, ну, акции, что депутатов подключаете. Так. Ну, скамейки будут. Сколько скамейк планируете установить? Так, четыре скамейки. Угу. Четыре урны. А это за чей счет, Денис Вячеславович? Это тоже все за деньги депутата. Угу. У депутатов есть же, вот... Будет понятно, что они будут, хотя бы куда-куда идут, да, деньги. Так. Предприятия помогают? Будут помогать предприятия. Нововятские? Да, Нововятский выжный комбинат нам в помощи будут оказывать. А у вас там предусмотрено какое-то дополнительное освещение и, конечно, о зеленении? Все-таки о сквере речь идет. О зеленении там существует. Ну, я надеюсь, в дальнейшем мы что-то посадим осенью, какие-то деревья. Да, мы сегодня созвонились с Денисом, вернее, Денис меня набирал. Мы поговорили о том, что дирекция зеленого хозяйства все-таки нам выделит определенное количество саженцев. Сейчас мы будем, исходя из того, какой объем нам выделят, исходя из этого и будем рассчитывать. Распределять. А пришлось ли подчищать территорию? Потому что вот на таких уже существующих старых зеленых территориях, мы уже в сквере на Менделеево, то же самое старые деревья. Их приходится все-таки оценивать и некоторые сносить. Ну, мы не сносили, мы только делали санитарную подрезку. Санитарную подрезку. Да, это какие-то там деревья есть, это мы все подрезали. Большая площадь в сквере? Площадь? Ну, не маленькая. Ну, понятно, надо в бумаге смотреть, нельзя же помнить все. Около гектара, наверное. Около гектара. Это не маленький сквер. Мы сейчас должны будем прерваться. Перед этим все-таки я хочу вас спросить, как жители отнеслись к этой идее и какое участие принимают? Кто-то выходит, помогает даже детьми. Так, а кто-то? Ну, кто-то просто в окно наблюдает. Просто проходящие люди, они очень так это подходят и подбадривают нас. Ну, я помню, что нововичайне голосовали, нововятичи голосовали особенно активно на сайте 30 скверов. И там у вас несколько территорий они выделили. Планируете ли на следующий год какую-то еще территорию подключать? Нам бы хотя бы с этим пока разобраться. Ясно, понятно. Надо сделать первый участок, чтобы был пример хороший. Денис Варакси, начальник отдела благоустройства, теруправления администрации Кирова по Нововятскому району. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. 211.101 обсуждаем движение по проекту 30 скверов. Да, у нас тут, естественно, происходят перерывы обсуждения. По проекту ни один проблемный вопрос поднимается в процессе вообще работы над этим проектом. Здесь в студии Светлана Кекина, эксперт регионального отделения ОНФ, ландшафтный дизайнер, организатор клуба «Вятские сады». И Елена Наташева, старший специалист отдела благоустройства и транспорта администрации Кирова. Давайте мы все-таки завершим историю с теруправлениями. Мы прошлись по Первомайскому, по Нововятскому. У нас остался Ленинский район и Октябрьский район. Давайте вкратце обозначим территорию, о которой речь шла на рабочей группе во вторник. Что в Ленинском районе? Так, Ленинский район у нас, значит, Газпром, газораспределение Киров, они взяли под себя два участка, Ленин-156 и Левитана-24. На данный момент они обменялись контактами с Нагаевой Ириной, это директор арт-ландшафта. Там проблема возникла, сразу мы скажем. Давайте мы вот что скажем. Газпром, газораспределение готовы были сделать все еще весной. Вы помните, мы тогда обсуждали вопрос, а кто будет делать ландшафтный дизайн, кто будет это все привязывать к территории и коммуникациям, что очень важно. И хотели заключить договоры с нашими образовательными учреждениями, поскольку благотворительный такой проект, чтобы не нужно было там платить больших средств. К сожалению, не получилось с образовательными учреждениями. Это большой, ну, небольшой, ну, такой провал. Я считаю, в коммуникациях между образовательными учреждениями и городом, потому что они все время декларируют, что мы работаем с городом, для города. И вообще вот эта идея, что дети должны оставаться, закончив учреждения, так вы их вовлекаете, друзья. Я сейчас к ректорам обращаюсь, кто у них там, заучи, да, главы учреждений. Вы понимаете, когда дети вкладывают в свой труд, в благоустройство города, в его изменения, они его больше ценят потом. В общем, у нас здесь не вышло. Это вопрос, который требует дальнейшей проработки. И поэтому в «Газпром-газораспределении» зависла работа над двумя этими скверами на этапе буквально создания проектов. Но этот вопрос на рабочей группе сразу же решился. Сразу же обсудили, где что, как, и в течение недели будет уже дизайн-проект, он тоже появится на 30 скверах. А, собственно говоря, теоруправление мгновенно указало, по какой схеме он будет утверждаться, этот дизайн-проект. Напоминаю еще раз, это Олег Анатольевич Шубин, 54-1962, Ленинский район, отвечающий за эту территорию. «Газпром-газораспределение» понятно. Хорошо, что партнеры не отказываются. Я переживала, что к лету, в связи с тем, что тормозит проект, люди потратят свои деньги на другие вещи благотворительные. Но нет, нас ждут. Елена, что еще в Ленинском районе у нас? Так, Ленинский район у нас... Ну, Менделеева, 36-42, мы уже разговаривали. На данный момент у меня пока... Это все, что мы обсуждали на рабочей группе. Есть, еще раз напоминаю, скверы, по которым идет работа с населением, но мы их еще не внесли в наш отчет. То есть докладываем по горячим следам. И Октябрьский район. И Октябрьский район. Он самый большой по количеству скверов, которые активно участвуют в этом проекте. Первое. Это улица Лепси, южнее дома 63. Там активная группа граждан, которые как только увидели, что этот сквер входит в этот проект, самоорганизовались. Нашли себе партнера в лице завода Лепси. И работают. У меня нет по ним пока отчета. Но мы выйдем на ближайшую неделю на территорию и осветим это все. На данный момент там проведена оценка зеленых насаждений и убраны аварийные деревья. То есть вычищена территория, расчищена, уже готова к тому, чтобы ее дальше благоустраивать. Да. Дизайн проекта там будет делать сам завод Лепси, как я разговаривала с ответственным местным жителем. Лютого Ольга Васильевна. Они подключают правком. То есть молодежь там очень активно включилась в эту работу. Перспективные ребята. Мы Лепси пригласим. Они расскажут нам, как они работают. Что еще? Карла Липнихта, восточнее дома 58, сквер. На данный момент там тоже проведена оценка зеленых насаждений, снос аварийных деревьев. Проводились субботники. Больше трех субботников по расчистке этого сквера. Там тоже довольно активные местные жители. Постоянно звонят, постоянно на телефоне. Но тоже нужна тут чуть-чуть проблема в том, что почему-то все ищут средства в лице администрации. Денег просят из бюджета. Да. Но не почему-то, а потому что еще не отработан механизм. Впервые люди участвуют в таком проекте. И это нормально. Да, мы учимся. Так, потеряла секунду. Пятницкая, по-моему. Пятницкая, северная, 93. Там Федяев Сергей. Там они... Активист. Да. И мама у него. Они, во-первых, посадили там яблони. Они взяли яблони у Олега Валенчука. А, то есть они связались тоже с депутатом ОЗС. Простите, все-таки государственный уровень повыше. Да, но между прочим. Вот депутаты Госдумы, тоже ресурс. Особенно союз садоводов, я считаю. Он должен активнее включаться в этот проект. Они туда, им дали яблони. Но там просто чуть-чуть у них свои, так называемые, терки между жителями. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Так всегда в семье. Не все же солнышки, чтобы всем нравиться. Но Сергей борется, конечно. На данный момент у них там проблема в том, что чуть-чуть при уборке аварийных деревьев чуть-чуть повредили, скажем так, местность. Потому что это было ранее весной. Заехали тяжелые машины. Вот это проблема. Но были поставлены жесткие строки предприятию. Они сделали свою работу. Убрали там теперь-то все за собой. Убрали, но с планировкой местности, как я поняла, так как мне Сергей больше не звонит, я думаю, это сделано. Так, еще что? И еще у нас сквер на улице Романа Ердякова. Это перекресток улицы Московской Романа Ердякова на берегу реки Люльченко. Справа это так называемый Утиный сквер. Но там серьезная такая проблема. Мы решили собрать совещание совместно с Министерством охраны окружающей среды для того, чтобы решить вопрос гидрологического характера. Это береговая зона. И два у нас таких серьезных крупных объекта есть. Вот этот Утиный сквер, еще раз перекресток Ердякова и Московской. На фоне семейной клиники у нас просто есть партнер семейная клиника. Они готовы вложить деньги, но они не готовы трудиться над урегулированием каких-то вопросов, о которых они ничего не понимают. Там серьезно. И вторая территория, где очень активные жители, это Ердякова-6. Там такая аллея между двумя озерцами, образованными Люльченко. Сложнейшая территория. Одни из самых первых жителей организовались. Мы на место, когда выезжали с Симаковым, Вячеславом Николаевичем, еще и с Курбатым, Анатолием. Они уже там собирались и обсуждали. Очень сложно, очень дорогостоящий проект. Нужны изыскания, нужна очистка поймы, нужно поднятие территории. И, конечно же, в рамках нашего проекта мы такого спонсора прямо сейчас не найдем. Поэтому было принято решение, что эти территории, которые прилежат к реке, должны быть интегрированы в том числе и в проект ленточных парков, о которых говорит Министерство экологии, о которых упоминал Игорь Васильев. И с ним будет встреча, насколько я знаю, в ближайшее время и по 30 скверам, и по ленточным паркам. И тут очень серьезно требуется проработка. Но люди, самое главное, несмотря на то, что им говорят, денег нет, сложное изыскание. Они говорят, нет, мы будем работать. Там уже пошла тоже вырубка этих старых тополей страшных. Они, конечно, не то, что страшные, они красивые, они просто угрожающие. Опасные. Аварийные уже. Да, часть тополей вырубается. И мы сейчас прорабатываем вопрос хотя бы над каким-то кратковременным решением, для того, чтобы мамочки с колясками, которые все равно идут по этой аллее глинистой, значит, что-то нужно делать. Кратковременное решение, чтобы эта территория была безопасной и чистой. А потом уже будут сложные проекты решать. И, кстати говоря, по этим проектам, благодаря им, вот на экологическом форуме ОНФ, который на прошлой неделе в городе Кирове проходил, а форум, напоминаю, по двум территориям, по Приволжскому и Уральскому федеральному окну, крупнейшее форум представителей из Госдумы. Да, и топ-менеджеры ОНФ, можно их назвать топ-менеджерами? Не знаю. Ну да. Руководители. Руководители ОНФ приезжали. Мы озвучили этот вопрос о малых реках городов, да, малых же городов, получается. И просили его продвинуть на федеральный уровень, потому что он требует федерального решения и федерального финансирования. Так что мы по этим вопросам тоже работаем. И в каждом сквере должно быть безопасно и чисто. Светлана Кейкина говорит, совершенно верно, это прежде всего. Есть еще один сквер в Октябрьском районе, это сквер вдоль улицы Луганской. Есть партнер, это ПАОТ-Плюс. Они уже сделали уборку дикорастущей поросли, они посадили кусты снежной ягодника, и теперь в дальнейшем у них разработан дизайн-проект, и теперь нужно только его все согласовать. То есть с них теперь мы попросили четкие границы их участка, для того, чтобы взять топ-основу и провести уже согласование для дальнейших работ. Да, вот Олег Прохоренко, представитель компании Т-Плюс, перед нашим эфиром звонил и просил в ваш имейл, чтобы вам сбросить уже все эти границы на утверждение. Видите, как оперативно все происходит, они все оцифровали, все выделили, и сейчас это будет направлено в терроруправление, я так понимаю, и утвердятся эти границы. Нужно необходимо согласование от компании Т-Плюс пошла интересным очень путем, вот так же, как «Газпром» газораспределение идет. Они это сделали социальным проектом организации, они объявили конкурс на дизайн-проекты, сами сотрудники компании рисовали, сами потом выходили на уборку, сами будут сажать и благоустраивать. Вот у них такой путь. И в дальнейшем, насколько я понимаю, они сами будут отвечать за поддержание порядка в этом сквере. У нас остается буквально две минуты до завершения программы. Вот мы сейчас вкратце просто рассказали, что происходило, но, естественно, заседание было гораздо более длинным у нас во вторник, и мы обозначили проблемные зоны, которые сейчас разбирать не будем, но скажем четко, какие проблемы сейчас точно вырисовываются. Первое мы уже обозначили, это коммуникации с жителями, у которых разные разноправленные интересы. Это касается не только этого проекта. Любого благоустройства, двора, улицы или чего угодно это касается. И в этом большой плюс на самом деле, потому что люди наконец-то начинают коммуницировать, они общаться начинают, они говорят, я хочу это, я хочу это, и начинают пытаться искать решение. И друг другу доказывать преимущества того, что ты хочешь. Да, я тут вижу больше позитивного на самом деле. Второй момент, это как раз нахождение денежных средств, и мы тут выяснили, что оказывается достаточно большое предприятие Кирова готовы вкладывать свои средства в благоустройство. Они готовы, но тут третья проблема там и мешает. Это, а что дальше, да, а что дальше, кому будет передано на содержание эти скверы, потому что их станет больше, а бюджета на скверы, на их содержание больше не станет. И тут мы как раз обсуждали с экспертами мистера управления, что необходимо на депутатский совет это все выносить, потому что нужно продумывать бюджет на следующий год и смотреть, что с финансированием содержания скверов и парков. Оно минимальное, практически нулевое, и так продолжаться дальше не может. Нужно решать, что с этим делать. Тут еще, кстати, второй вариант решения вопроса есть. Это создание экофонда, возвращение экофонда, куда будут собираться какие-то средства и бюджетные, и благотворительные, и грантовые, и прочее. Это тоже один из вопросов. Ну и самый-то главный вопрос. Это управление парками и скверами так, чтобы оно было эффективным, чтобы скверы и парки сами на себя зарабатывали, становясь общественными пространствами и так далее. Обо всем об этом будем говорить в следующих программах, а сейчас новости. А сейчас завершаемся. Субтитры подогнали Симон.